Всем привет! Вы на канале Вовчик Плей, с вами Владимир Ольга. Сегодня 27 ноября, среда очередной обновления к нам подъехала. Размер патчей 713 метров. И в этом видео я расскажу вам о том, какие новинки мы получили с этим патчем. Годовщина переноса сервиса у нас сейчас, все вы помните об этом. И к данной годовщине приурочены некоторые игровые события, ивенты. И давайте посмотрим, что нам во втором этапе этих ивентов завезли корейцы. Итак, бросьте вызов алтарю крови. Период ивента с 27 ноября после технических работ по 11 декабря до технических работ. Необходимо просто войти на алтарь крови, завершить этап из 3 по 7 иллюзию. И за это все действие вы в общей сложности сможете получить до 500 камней крон. Награды за завершение каждого этапа будут отправлены игрокам на внутриигровую почту в ходе технических работ 11 декабря. И доступны будут один раз на аккаунт. Сейчас на своих экранах вы видите табличку, то есть за каждый этап иллюзии определенное количество камней крон. Второй ивент приключения черного духа. Также продлится до 11 декабря до технических работ. И все, что вам нужно сделать, это зайти в игру и бросать кубик. Как это сделать, я сейчас вам покажу. Смотрите, обратите внимание, я специально включила себе новое меню, потому что я предпочитаю пользоваться старым. В старом все понятно, там все вкладки на виду, а вот в новом меню человек может заблудиться. Поэтому, если у вас вот такое меню, заходите в награды. И вот здесь есть приключения черного духа. Клацайте, у вас открывается вот такая вкладка с приключением черного духа. И чем же она отличается от того, что мы имели до этого. Ну, во-первых, количество бросков кубиков у нас стало не 3, а 4. Ну и обладатели, счастливые обладатели набора героя у нас могут бросать этот кубик 6 раз. Откат между бросками сократился до 30 минут. И также поменялись некоторые награды. Обратите внимание, появились более ценные награды здесь. Но, сразу забегая вперед, скажу, что это все временные изменения. И только во время проведения ивента. Значит, сундук с ценностями шакоту на двух клеточках появился. Далее сборник советов Валкса. Послание с благословением. Точки Маноса. Золотой колокол. Кого черного духа. Запечатанный золотой сундук. А также изменилась награда за завершение круга. То есть, завершение игры. В том случае, если ваш кубик попадает на эту кнопку и вы переноситесь на старт. Либо сделали полный круг и вот сюда попали. Вы получаете память мастера и дополнительные бонусные золотые слитки. Этих слитков. Сейчас я вам расскажу. Вернее, покажу, сколько их будет. Итак. Первое завершение игры. Золотой слиток 100 грамм 5 штук. Второе точно такое же. Бонус это 100 граммовые слитки 5 штук. И третье завершение игры. Это золотой слиток 1000 грамм 1 штука. Также у нас есть скрытые пути. Там какие-то у нас ивент предостерегающий совет. Вечная истина. И давний совет 1 штука. Что это такое? Я сейчас навскидку даже вам не скажу. Я не знаю, что это такое. Ну, если вдруг мы здесь что-то откроем, то увидим. Далее. Еще один ивент. Приурочен он к выходу через неделю на воина и лучницу. У нас выйдут традиции. У нас это будет называться наследие. И вот как в рамках данного события у нас уже сейчас стартовал ивент. Называется он «Таинственный рыцарь прибыл вместе с наследием». Заключается в том, что при убийстве монстров с некоторой вероятностью случайным образом появляется «Таинственный рыцарь». При появлении «Таинственного рыцаря» отображается сообщение «Рядом появился «Таинственный рыцарь». При взаимодействии с ним вы получаете баф на 180 минут. Это баф, увеличивающий получение очков навыков на 100%. Обратите внимание, что несколько этих бафов не суммируются между собой. И в случае, если, предположим, у вас уже горит такой баф, и у вас он еще 120 минут будет гореть, то при взаимодействии с темным рыцарем он просто обновит время этого забафа до 180 минут. «Таинственный рыцарь» исчезает примерно через 30 минут после появления. Есть еще один, ребята, ивент. Называется он «Поделись любовью». О нем я расскажу чуть позже. Этот ивент, ну, скажем так, благотворительная акция компании «Перлабис». И принимать в этом ивенте участие либо нет, решать только вам. Ну, там, скажем, особенных таких наград там нет. Единственное, что вы можете получить, стоящее внимание, это титулы, да, определенные за трату игрового серебра. Ну, как я уже сказала, чуть позже я расскажу об этом ивенте. А сейчас давайте посмотрим, что нам в шоп завезли. Итак, открываем F3. Здесь есть несколько интересных предложений. Прежде всего, давайте посмотрим два вот этих набора. «Черная пятница» — это первого и второго типа. Они находятся в разделе «Авантюристу». С 10% скидкой продается первый набор. Набор заключается, он, вернее, включает в себя премиум-набор на 30 дней. А также на выбор к этому набору вы можете взять премиум-набор на 7 дней, либо «Дерево Камасильва» на 7 дней. К этому набору можно применить купон на 10% скидку. Они сейчас, по-моему, есть у всех. Если вы еще не успели их заюзать, то вот к данному набору можно применить данную скидочку. Далее, второй набор «Черная пятница 1». К сожалению, он без скидки у нас продается. 500 монет он стоит. К нему точно также применяется купон. И включает он в себя благословение Камасильва на 15 дней, премиум-набор на 7 дней и по 5 памяти мастера. Далее, набор горничных 1 плюс 1. За по цене одной горничной вы можете приобрести 2 горничные на выбор на склад, либо на аукцион. Запечатан на том «Ремесла» и запечатан на том «Войны». Благословение Камасильва у нас также идут со скидкой сейчас. Вот они, обратите внимание. И, наверное, кто-то ждал. Появилась у нас 20% скидка на купоны Рерола оружия. Основного, соответственно, дополнительного и пробужденного. Также скидки 20% на все предметы в разделе «Фея», что касается «Феи» и «Транспорт». Ну и особое внимание сейчас более подробно остановлюсь. Я на питомцах, которые появились сейчас. Давайте зайдем в «Питомцы» и посмотрим, что же за новинки такие. Прежде всего, это с 50% скидкой у нас появился набор «Кот и пёс». То есть за 350 жемчуга вы можете приобрести себе на выбор двух питомцев из представленных. Здесь у нас кошки и, соответственно, собаки. Выбираете данный набор. К нему точно так же можно применить купон, который также есть у нас сейчас. 10% скидка. И в итоге стоимость данного набора получается 315 монет. То есть за 315 жемчуга вы приобретаете двух питомцев. Далее. Привидение. Уникальный питомец. Стоимость его 490 жемчуга. И в чем его уникальность? За эту цену вы сейчас сможете приобрести два привидения. Уникальность его состоит в том, что данный питомец – это единственный, который может скрещиваться с любым питомцем в игре. Но, к сожалению, ему самому нельзя увеличить грейд, его нельзя скрещивать между собой. А также, когда вы его скрестите, нельзя наследовать внешность данного питомца. То есть он просто увеличивает грейд вашего питомца, с которым вы скрещиваете привидение. Продолжается у нас продажа белого медвежонка и ежика. Те, кто не успел, у вас есть еще возможность их купить. А также появилось уникальное предложение на моей памяти. Это первый раз у нас такое. У нас появились в продаже уже готовые питомцы третьего грейда. Лимит покупки на семью – 10 штук. То есть по цене 650 жемчуга. Опять же, сюда можно применить скидку. Не забывайте про нее, если она сейчас есть. Вы можете приобрести питомца третьего грейда. Вид этого питомца классический. То есть его можно скрестить с любым питомцем, который продается на аукционе. И тем самым получить, скажем так, четвертого грейда питомца. Ну и получить возможность получения четвертого вида. Но можно со стопроцентной вероятностью, используя формулу, скрестить этих петов. Значит, в продаже у нас имеется попугай, кошка, панда, пингвин. Ну и собачка, соответственно. Также появился в продаже у нас гривистый волк света. Это лимитированный питомец. Он 350 жемчуга стоит. Он первого уровня. Обратите внимание, не перепутайте. Он первого уровня. И чем он отличается от других? Вот при увеличении грейда он увеличивается в размерах. Все просто. Далее. Ну и, собственно говоря, в шопе, наверное, все. Я вам сказала. А, простите, про горничных забыла. Горничных можно получить. Где наши горничные? Вот они. Их тоже можно. Две горничные. Получить две на выбор. По цене одной. Итак, с шопом мы, собственно говоря, закончили. Давайте вернемся сейчас к основному обновлению. Потому что основное обновление все-таки у нас другое. Не совсем это шоп, конечно. Очень большое у нас изменение коснулось бартера. Значит, я не буду очень подробно останавливаться на том, какие изменения коснулись бартера. Потому что те, кто им занимается, те наверняка зайдут на сайт и посмотрят сами изменения, которые произошли. Чуть позже я сделаю гайд. Я уже давно обещала сделать гайд по бартеру. Но после того, как появилась информация о том, что бартер будет изменен и переработан, мы не стали писать видео о том бартере, который был до сегодняшнего дня. Информация нами собрана. Я так надеюсь уже в полном объеме. Поэтому я могу приступить непосредственно к написанию гайда о бартере. А сейчас просто в общих чертах вам скажу, что же у нас изменилось. Но прежде всего бартер перестал обновляться автоматически. Теперь он не обновляется каждые 4 часа. А вы сами лично, собственноручно сможете его обновить. Далее. Теперь при занятии бартера можно повысить уровень ремесла бартера. При каждом совершении бартера можно получить опыт ремесла бартер. Количество опыта будет зависеть от предметов, которые можно получить с каждого острова. Теперь на бартер будет действовать эффект от использования свитка увеличения ремесленного опыта. Соответственно и книжка ремесленного опыта также будет действовать на получение данного эффекта. Опыт ремесла бартер можно проверить в окне информации о персонаже. В окне рейтинг появится информация о бартере. Опыт ремесла за бартерные сделки, совершенный с момента добавления бартера и до данного обновления, будет отправлен на почту. Игрокам необходимо проверить входящие в окне почты. Обратите внимание, что если вы занимались бартером на нескольких персонажах, то у вас будет несколько этих свитков. Соответственно вы можете эти все свитки применить к одному персонажу, на котором вы хотите заниматься бартером. Либо может быть вы захотите несколько персонажей сделать, которые будут заниматься у вас бартером. Но вам вправе самим решать, как распорядиться данными свитками. Теперь количество оставшихся сделок бартера будет отображаться в очках убеждения. И при совершении бартерных сделок будет уменьшаться не количество доступных сделок, а очки убеждения. Добавлен новый предмет, восстанавливающий очки убеждения. Сейчас я покажу вам, что это за предмет. Мы уже его сделали. Это гарантия подразделения ворон. Это свиток, который восполняет вам 250 тысяч очков этих убеждений. Срок действия данного свитка 24 часа. Поэтому не спешите делать этот свиток. Один сделали и на этом достаточно. Как только вы восполнили 250 тысяч, можете сделать следующее. Если уверены, что он вам понадобится в течение 24 часов еще один. Время перезарядки данного свитка 4 часа. Делается он из свитка удачи на 60 минут, который продается в шопе. Либо получается обладателем премиум набора. Ежедневно нам дают один свиток. Как его сделать? Необходимо зайти в меню изготовления L. Выбрать создание оружия. И вот сюда вы ставите свиток. Нажимаете изготовить. И тем самым свиток удачи на 60 минут преобразуется в свиток, который я вам только что показала. В гарантии подразделения ворон. Также при обновлении бартера увеличенное убеждение сбрасывается. Значит, вы не можете иметь более чем миллион очков вот этого убеждения. И обратите внимание, что заюзать этот свиток вы сможете только раз в 4 часа. Далее. Значительно уменьшенное суммарное число обменов, необходимое для совершения сделок на островах, где можно получить материалы, используемые для улучшения галеона. Это великолепный слиток каменной соли и сияющий перламутровый кристалл. Он уменьшен с 10 тысяч бартеров до 5 тысяч бартеров, необходимых для открытия данного обмена. Далее здесь таблица, которая показывает вам количество обменов сейчас. Здесь практически ничего не изменилось из того, что было. Претерпело изменение только количество обменов обычных материалов на товар первого уровня. То есть теперь их можно обменять один к одному, но количество обменов увеличилось до 6 раз. И количество материалов на первом уровне, необходимое для обмена, уменьшилось. Как я уже сказала, информации достаточно много. Ребята, которые занимаются бартером, ссылочка будет в описании под видео на этот патч. Зайдите и почитайте. Ну и либо ждите непосредственно гайд, который будет на нашем канале. Далее. Увеличена вероятность починки судна матросами. Увеличена вероятность получения и пополнения еды. Но как с хорошими изменениями, так же у нас есть и плохие изменения. Скажем, не в лучшую сторону. Увеличена вероятность ухудшения здоровья матросов. И уж совсем печально звучит, значительно уменьшена вероятность появления особого бартера. То есть если раньше у нас бартер приблизительно появлялся каждые 150 бартеров, как это будет теперь и как часто будет появляться особый бартер, я не могу вам сказать. Далее. В премиум наборы были добавлены следующие функции. Теперь можно обновить информацию о бартере не 3, а 4 раза. То есть плюс 1 к обновлению информации о бартере. Требуемые очки убеждения для бартера уменьшаются на 10%. При появлении особого бартера можно удаленно проверить доступные предметы или пропустить его. Вот это очень удобная функция. Не нужно несколько раз ездить к особому бартеру. Особенно, когда он появляется в лагри. Но для совершения бартера необходимо лично погрузить товар в инвентарь судна и отправиться на место бартера. На карте мира можно проверить расположение 12 плавающих объектов в лагри. Если были получены все связанные с ними знания. Сейчас я вам покажу, где находятся эти знания, где вы можете проверить, получены ли у вас эти знания. Итак, открываете окошко знания. Это аж на клавиатуре. Открываете люди. Здесь есть морские жители. И раздел звезда лагри. Вот если у вас здесь получены все абсолютно знания, то есть это NPC, с которыми вам нужно познакомиться, то, открыв карту, вы сможете видеть на карте точки, в которых находятся эти менялы, стоят. Насколько точны эти точки, мы сегодня вечером проверим. Также поможем, если есть желающие ребята, у которых не открыты еще, вы не познакомились с этими NPC, присоединяйтесь. Мы можем покатать вас на своем кораблике. Вы откроете эти точки. Будет это происходить на нашем стриме. Заходите. Берем всех желающих. Единственное, желательно, конечно, чтобы вас не смыло. То есть был более-менее стабильный интернет, чтобы не было вылетов из игры. Чтобы мы не стояли вас и не ждали. Но, как я уже сказала, вот эти точечки на карте появились. Это намного упростило задачу поиска определенных NPC, определенного бартера. Единственное, здесь, конечно, не написано, что это за узлы. То есть плод там, фокийский плод, или хоранский плод, или как они там называются. Но я думаю, что те, кто занимается бартером, очень быстро запомнят, где что находится. И это не будет составлять им огромного труда туда добраться. Далее. Сложность и доход бартера были изменены так, чтобы можно было получать больше дохода от совершения бартера низкого уровня. Спорное, конечно, утверждение. Но будем надеяться, что так. Так, добавлены предметы осада-контракт, темный контракт-огр и темный контракт-тролль. То есть теперь на осадах для тех, кто ходит на осады, можно сделать свиток призыва-огра, либо тролля. Добавлен способ изготовления данного предмета. Ну и темные кристаллы-огров и троллей можно получить с низкой вероятностью при уничтожении, соответственно, мураки и огров из леса Манш. И квинта и троллей с холма Квинт. Добавлены три новые эмоции. Взять пиво, взять метлу и читать книгу. Данные эмоции можно получить, выполнив некоторые задания. Перечень заданий сейчас видите на своих экранах. Кому это интересно, можете поставить на паузу и прочитать, что это за задание. Далее. Предмет лазурные песочные часы был убран из продажи. Это был предмет, который продлял время бартера на 4 часа. Так как сейчас его убрали из продажи, все ребята, кто приобрел его в шопе, можете обратиться в поддержку для возврата жемчуга. Появление кварка в руинах Чир и Дригань изменилось следующим образом. Теперь, если раньше кварка мы могли бить в пати, то сейчас это стал ваш личный босс. Его будете видеть только... Вернее, видеть наверняка его будут кто-то и остальные, но бить его сможете только вы. Кварк не получает урон от атак других игроков. Сила атаки и хп кварка были снижены таким образом, чтобы с ним смог справиться один человек. Значит, появление кварка в руинах Чир и только после получения предмета Отравленный Коготь. Этот Коготь может выпасть при фарме мобов в руинах Чир. Ну и тут вот перечень наград, которые с высокой вероятностью могут вам выпасть после уничтожения кварка. По транспорту. Теперь при усилении снаряжения для каравеллы Эферии и фрегата Эферии не будет появляться сообщение о снижении уровня усиления при неудаче. То есть теперь обвесы на наши суда мы точим, не боясь, что у них понизится уровень усиления. То есть они могут ломаться, их восстанавливают печеньками, но при этом не снижается уровень усиления. Добавлена функция автоматического использования навыка рывок при передвижении на крупных судах, на которых можно использовать навыки судоходства. Добавлена функция, с помощью которой крупное судно автоматически останавливается или застревает в ландшафтных объектах при автоматическом передвижении. Данная функция будет работать даже при использовании навыков карьер и рывок. Она срабатывает, если прочность судна выше 50%. Это было сделано после того, как появилось очень много жалоб, что корабль застревает в текстурах во время автопути. Ну, вернее, не застревает в текстурах, а, например, камень утыкается и продолжается тратиться его желтая полоска, то есть его снаряжение, еда. И вот для того, чтобы этого не происходило, сделали вот такую функцию автоматической остановки. Реорганизованы следующие интерфейсы. Информация персонажа, открыт сундук, мини-игра тренировки навыков лошади, поимки лошади, приручения лошади, мини-игра при извлечении, игры на флейте и мини-игра рыбалки. Ну, она не очень сильно какие-то там изменения претерпела, она чуть стала виднее, скажем, крупнее, ну, как для слепых, как я говорю. Добавлена функция просмотра действий на складе гильдии. Удобно, но, к сожалению, мы уже пострадали от злоумышленников. После того, как нам немного почистили склад, ну, поздновато, конечно, хотелось бы немножко раньше. Добавлена функция скрыть узлы с завершенным бартером в окне информации о бартере. Сейчас я вам покажу, где это и для чего это. При использовании данной функции не отображаются узлы, количество бартера, на которых уже закончилось. Очень удобно. Смотрите, зайдя вот сюда, во вкладку бартер, вот здесь есть галочка такая, скрыть узлы с завершенным бартером. То есть сейчас я еще пока после обновления бартером не занималась. У меня все доступные узлы, как бы для совершения бартера, но как только, например, вы сделаете 6 обменов из 6, нажав вот эту кнопку, этот остров просто пропадет у вас из перечня доступных. Очень удобно. Также здесь появилась еще информация, о которой следует вам сказать. Ну, вот здесь у нас было количество сделок 100, осталось убеждение миллион. Значит, суммарное количество осталось, как и прежде. Ну, точно так же остался здесь выбор предметов. Перестал действовать. Вы теперь в поиске можете набирать любое название и темпки. Не учитывается регистр сейчас. То есть как с маленькой буквы, так и с большой. Вы можете набирать и поиск должен у вас сработать. Ну и обновление бартера. Здесь вот у меня, так как я обладатель према, на сегодняшний день стоит 4 из 4. У тех, у кого према нет, будет стоять 3 из 3, либо 2 из 3 и так далее. Теперь при выборе маршрута на воде можно выбрать одну из следующих опций. Короткий путь, либо быстрый путь. Короткий путь позволяет найти самый короткий путь к месту назначения. Однако он может занять дольше времени, если во время пути встречается препятствие. Он удобен, этот путь, когда вы куда-то едете, вам нужно ненадолго отлучиться. То есть вы вот выбрали и видите, что перед вами нет никаких там островов или чего-то. То есть голое пространство. Либо это вы находитесь в лагри, где нет ничего, что может помешать вашему движению. Там же, где есть подводные какие-то скалы, рифы и так далее, лучше использовать быстрый путь. Позволяет найти менее опасный путь. Он может занять дольше времени, чем короткий. Однако с помощью данной функции можно сохранить быструю скорость. Собственно говоря, наверное, ребят, на этом все. Давайте вернемся все-таки к последнему обновлению, о котором я вам говорю. Вернее, обновлению, к последнему ивенту, о котором я хотела вам рассказать. Поделитесь любовью. Что это за ивент? Дарите тепло этой холодной зимой. Для чего вообще все это сделано? Компания Перлаби стремится не только предоставлять качественный игровой сервис, но и оказывать помощь медицинской гуманитарной деятельности при содействии игроков. В зависимости от суммы, полученной за продажу предметов, ивент «Знак доброты» в Black Desert будет сделано пожертвование соответствующего размера в Международную медицинскую гуманитарную организацию «Врачи без границ». Надеемся на ваше активное участие. Значит, этот ивент начался уже и продлится до 11 декабря до технических работ. Содержание ивента найдите в Хидели Нип Лара. У Лары можно купить «Знак доброты» за 1 миллион серебра. Этот «Знак доброты» можно обменять на различные предметы. Ну, это, скажем, предметы беспонтовые, на мой взгляд. Но, тем не менее, это благотворительный ивент, поэтому мы, например, примем в нем участие. Значит, 1 штуку «Знак доброты» можно обменять на ивент «Три мушкетера», тут какие-то шарики, 5 штук на «Нимб Амура», 10 штук на украшения с красными розами. Это предмет, который можно установить в доме. Букет цветов какой-то, да, 100 на очков интерьера, 100. Но, обратите внимание, данные очки не суммируются при установке 2 и более этих букетов в дом. Значит, кнопка «Обмена» отражается только в случае, если было получено знание о НИП «Лара». В период ивента обмен можно производить неограниченное количество раз. Далее. «Знак доброты», предметы, эти знаки доброты, которые не были обменены, будут удалены после окончания ивента. И вот здесь у нас есть, как бы, рейтинги и счетчик, который будет считать, сколько же предметов было куплено именно на нашем регионе. Данный ивент проводится одновременно во всех регионах, в которых Перлабис предоставляет игровой сервис напрямую. И смотрите, обратите внимание, почему я сказала, что мы в любом случае будем принимать в нем участие, ну, хотя бы, как минимум, для того, чтобы получить титул. Значит, все игроки, купившие более одной штуки знаков доброты, получат титул «Крылья добра», а топ-10 игроков, купивших наибольшее количество предметов ивент в знак доброты в каждом регионе, получат титул «Ангел во плоти». И вот здесь находится рейтинг, который будет обновляться в каждый день в 6 часов утра, я так понимаю. Так. Ну и тут благодарность, как бы, заранее благодарят всех участников, которые примут участие в этом проекте. Ну и на этом, ребят, все. Спасибо за внимание. Кому понравилось, ставим лайк. Приходите на наши стримы. Как я сказала, видео по обновленному бартеру будет в скором времени у нас на канале. Собрана вся информация по бартеру. И сегодня ждем вас на нашем стриме. Поедем знакомиться. Вернее, мы уже познакомились с этими NPC, но покатаем вас по морям и весям, чтобы и вы имели возможность видеть эти бартерные точки в океане. Приходите. Может быть, кто-то поедет на нашем кораблике, кто-то поедет на своем кораблике. Всех ждем. Всем спасибо за внимание. Всем пока.